На сегодняшний день, согласно законодательству, бездомных животных вылавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают на прежние места обитания. Исключение составляют собаки, которые проявляют немотивированную агрессию. По закону, они должны пожизненно содержаться в приютах. Как отметили участники заседания, выпуск собак после вакцинации и стерилизации не снижает численность животных в стаях и степень угрозы для населения. Вы посмотрите, в сети интернет сегодня идет целая борьба, кто прав в этой ситуации. Очень трудно разобраться. Поэтому сегодня я очень довольна, что наша инициатива, с которой мы вышли по поводу обращения с животными без владельцев, нашла такое широкое обсуждение в очень уважаемом органе муниципальных образований Самарской области. В последнее время участились случаи агрессии по отношению к детям и по отношению к людям со стороны животных без владельцев. Это очень опасная ситуация. Мы говорим о том, что у нас в приоритете жизнь, здоровье людей. После летнего сезона некоторые хозяева бросают животных на дачах. В городах нередки случаи, когда домашние собаки гуляют одни и убегают. Негативное влияние оказывает и подкормка собак и кошек жителями города. Это увеличивает численность популяций бродяжек. У Самары сейчас приют на 600 собак. Нам этого недостаточно. Нам надо развиваться, развиваться, если мы говорим о постоянном содержании там. Участники совещания одобрили идею расширения сети приютов для безнадзорных животных. Прозвучала идея создания межмуниципального приюта, где собаки могли бы содержаться постоянно, а волонтеры за ними ухаживать. Участники заседания, ассоциации разработали предложение по сокращению учительности собачьих стаи в муниципальных образованиях. В приоритете должны быть жизнь и здоровье граждан. Стаи и после стерилизации способны нападать на людей, особенно на детей. Также на федеральном уровне необходима дополнительная финансовая поддержка организаций, которые создают приюты для животных и ведут просветительскую деятельность, убеждают население в необходимости ответственного отношения к питомцам. На федеральном уровне предлагается установить административную ответственность за невыполнение требований по содержанию домашних животных. Участники заседания выступили с еще одной инициативой – предложить оперативному межведомственному штабу по борьбе с бродячими животными провести социологическое исследование среди населения, чтобы понять реальное отношение людей к этому вопросу. Все озвученные предложения направят для рассмотрения во Всеротийскую ассоциацию развития местного самоуправления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...